МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первый день Айова в последние градусы, а между ними Агата Кристи, Каста и многие другие. График концертов в ростовской фан-зоне. Играть и заниматься спортом всем вместе. Наталья Водянова открыла в Ростове инклюзивный парк. Казак напоит государя у богатяновского источника. Над такой композицией работают ростовские скульпторы. Первый святой появится у Ростова летом. Им станет священник Константин Верецкий, расстрелянный в 1918 году. Искусство с матом. Скандал в Ростовском колледже культуры из-за нецензурных слов в выпускном спектакле. По итогам Петербургского экономического форума подписано 6 соглашений на 12 миллиардов рублей, что соответствует уровню прошлого года. Это проекты, которые готовы к реализации, отметил губернатор. И вот некоторые из них. Мегастрой вложит 6 миллиардов в малоэтажный поселок в Оксайском районе с детсадами, школой, поликлиникой, спортивными и детскими площадками. Развивать цифровую экономику Ростовская область намерена с МТС. В развитие инновационных цифровых сервисов компания вложит 3,5 миллиарда рублей. Крупный складской комплекс появится недалеко от аэропорта Плата в станице Грушевской Оксайского района. И недели не прошло с того момента, как губернатор и руководство французской компании подписали соглашение. И вот уже во вторник заложен первый камень. Первым камнем закладывается символичная капсула с посланием потомкам. В ней обещание французской стороны построить на Донской земле 35 тысяч квадратных метров складских помещений. Закрепляют намерение цементным раствором. А на бумаге закрепили подписями 25 мая в Петербурге на Международном экономическом форуме. Вложить деньги в этот комплекс нас вдохновило географическое положение Ростовской области и динамичность ее развития. Вдохновение пришло еще полтора года назад. В 2016-м французская логистическая компания приобрела участок в Грушевской площадью 8 гектаров. Время ушло на разработку проекта, прохождение всевозможных согласований и экспертиз. Теперь все готово к началу строительства. Место расположения Ростовской области достаточно выгодное географически. Пересечение многих дорог, автомобильных, авиационных, железнодорожных путей. И это позволяет мне быть уверенным, что данный комплекс будет эффективно функционировать. Но это новая экономика для региона. Несколько сотен новых рабочих мест. Трудиться в новом комплексе будут 270 человек. Инвестиции в строительство в первой очереди около миллиарда рублей. Субподрядчиками строительства будут в основном местные донские организации. Так при работе в регионах мы делаем всегда. ФМ «Ложистик» работает в 14 странах мира. С производителями продуктов питания, электроники, бытовой химии, медицинских препаратов. Запустить в работу донской склад рассчитывают во втором полугодии 2019-го. И губернатор пообещал, власти будут сопровождать проект и оказывать французским партнерам всю необходимую помощь. Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, ДОН-24, Аксайский район. Молочное животноводство – приоритетное направление в Ростовской области. И чтобы заинтересовать фермеров, максимальный размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм повышен до 30 миллионов рублей. Пример использования грантовых денег – только что открытая молочная ферма в Красносулинском районе. Главным условием успеха предприятия Виктор Санников называет всю свою семью. Жена, сын и, как надеются, фермеры-внуки продолжат дело. Его молочная ферма, как на картинке, построена в чистом поле по европейским технологиям. Коровы галштинской породы из восточной Саксонии привыкли к немецкому комфорту. Нужно соответствовать. 125 иностранок вполне прижились на российской земле и дали потомство. Телят всех начинаем держать вот в отдельных клеточках. В отдельных клеточках с первого дня, значит, выпойка идет, с первого и второй месяца, значит, бычков идет выпойка 6 литров в день, 3 раза в день поем по 2 литра, значит. И телочек поем 3 месяца. В 2014-м крестьянско-фермерское хозяйство получило на развитие грант в 10 миллионов рублей и началось строительство. А в прошлом году на покупку племенного поголовья Санников получил льготный кредит. Он получил льготный 5-процентный кредит в Сбербанке, порядка 20 миллионов. И после того, как получил, скот пришел уже сюда, то было ему субсидировано на килограмм приобретенного поголовья 100 рублей. Часть молока остается на кормление телят, а остальное отправляется на Семикаракорский сыродельный завод. Сейчас уже у нас на до идет порядка 30 литров на голову. Больше мы пока их не разгоняем, потому что это первотелочки. А со второй лактации уже начнем разгонять их на полную. Первые телята появились в январе. Они самые долгожданные, самые ручные, самые заласканные. И вообще это очень ручной скот, говорит фермер. Пугливый, но в то же время очень добрый. Завозили их не телями, то есть стельными телочками, а не первотелочки все. Вот они сейчас у нас растелились. Все полностью, буквально 4 дня назад последняя телилась. Ну теперь вот новую партию завезли. Теперь будем август, сентябрь, октябрь новеньких. Новый криклот ждать. На этой неделе Наталья Водянова открыла в Ростове инклюзивный парк. Футбольная площадка, игровая и спортивная зона общей площадью 3000 квадратных метров. Теперь есть в парке Чуковского. Играть здесь смогут все дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Давайте поаплодируем. Наталью Водянову принимают бурно. В своем приветственном слове супермодель, основатель фонда «Обнаженные сердца» и мать пятерых детей пытается донести прежде всего до взрослых, что не надо делить детей на здоровых и особенных. Эту мысль закрепляет и новый инклюзивный парк, который так торжественно открывают. Когда я открывала свой первый парк, я помню вот это ощущение, когда дети, ну вот просто как будто бы нет никаких забот, никаких, ну как будто бы они, никого вокруг, никакой прессы, никакой Натальи Водянова, они просто счастливы быть, кататься на горках, на качелях. В тот день я решила, что это то, чем я буду заниматься. Яркий, большой, безопасный, а для матери солнечного ребенка Юлии Заливацкой главное, что ее сын здесь сможет играть вместе с другими детьми, что очень важно для адаптации. Ты любишь с кем играть в футбол? С братом. С братом и с папой. С папой. Инклюзия на самом деле очень важна, очень важно, чтобы вот такие дети смотрели за обычными детьми и повторяли за ними все эти упражнения и копировали их, то есть детям они тренируются. Обычные дети это, наверное, самые главные тренеры. Вообще-то дети хорошие, ну я обычно отношусь. Вот площадка вот эта очень мне нравится, было много уже тут раз. Спасибо, кто это построил. Для фонда Натальи Водянова это уже 190-й такой парк по стране, но к Мундиалю они специальные с футбольными площадками. Таких по стране будет лишь 11. В Ростове открыли третью. И эта площадка, пообещал городоначальник, будет постоянно доступна всем желающим, а парк Чуковского станет одним из красивейших. Площадка будет открыта. Я сказал, что эта площадка станет стартом для дальнейшего развития и строительства этого парка. И мы действительно его сделаем полноценным, доступным для людей в круглые сутки. Первый официальный матч на площадке объединил в командах атлетов специальные олимпиады с ментальными нарушениями и профессионалов, и любителей футбола. А завершится эта футбольная юнифай-дестафета в начале июля грандиозным, как обещают, матчем в Москве. Марина Черных, Тагерфатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. На 11 позиций поднялась в национальном туристическом рейтинге Ростовская область. В сотню популярнейших турбрендов России вошли Азов, Донская Ухай, Донские раки. Но к некоторым интересным объектам все еще сложно добраться. Проработать вопрос улучшения доступа к достопримечательностям Северообласти губернатор поручил на совещании по туризму в Боковском районе. Парк Лага под Каменском известен на всю страну. Это частный инвестпроект, а по решению губернатора к парку построят отдельную дорогу и парковку. Людям нужно создать комфорт в ощущениях, дать возможность это увидеть быстро и легко. И как только он попадает в эту атмосферу, он должен понять, это его захватывает. Вот так должны поступать в каждом муниципалитете, друзья. У нас почти у каждого из здесь присутствующих есть такие места, есть такие территории, есть такая история. И эту историю нужно вернуть людям, показать, если этого не было сделано раньше. Комфорт и проезд к интересным местам – это половина дела. Вторая часть успеха – грамотный современный пиар. Для гостей Мундиаля разработаны буклеты о традициях казаков, путеводители по винным и гастрономическим маршрутам. И даже список тостов прилагается. Затворное, за то, что все-таки сумел выехать. Коню в морду, конь шарахался, наездник не падал, отпускали домой. Вот они посмотрят, сейчас очень много публикуются на разные материалы, что с русскими очень опасно, сложно. Если они это почитают, скажут, что с казаками еще больше опасно. И так далее. Ну, это шутки, конечно, и тем не менее, вот такие материалы надо сделать максимально доступными. Для продвижения региона разработана новая визуальная концепция. Мы просто посмотрели, сколько в том или ином регионе, например, степей, песков, рек, озер. И, соответственно, каждому присвоили цвет. Степь желтый, темно-синяя река, голубой море. У каждого города или района получается своя цветовая гамма. 25 муниципалитетов уже используют ее в продвижении. В прошлом году Ростовская область приняла больше миллиона туристов. 100 тысяч человек побывали в шолоховских местах. Детство писателя прошло на мельнице казака Тимофея Каргина. На реконструкцию подворья ушло 10 лет. Этот комплекс, он был в свое время создан настолько удобно для нынешнего его использования. Прямо за нами сейчас находится гостиница. Поэтому она и была таковой во времена купца Каргина, который организовал это все. Правда, тогда она называлась заводческая. Ну, заводчик, человек, который привез на помол зерно, он имел возможность там проживать. В прошлом году восстановили «Синематограф-идеал» начала 20 века. Он был вторым в области войска Донского. Те же фильмы можно посмотреть и сейчас. Каргинская мельница в Тихом Доне стала мельницей купца Мохова. В романе Шолохова описывается казнь Федора Подтелкова и Михаила Кривошлыкова и всего его отряда в хуторе Подомарев. На месте гибели красных казаков стоит памятник. Я еще застал тех жителей хутора Подомарева. Вот 1901 года были, 893 очевидцы были всего этого происходящего здесь. Вот они рассказывали. Ну, в то время, видите, жизнь была другая, они были как герои. Ну, а сейчас, я считаю, это осталась история наша. И каждый по всякому суть. На личном приеме казак обратился к губернатору с просьбой отреставрировать памятник. Работы провели. Василий Голбев возложил цветы к могилам казаков и погибших в Великую Отечественную. Сегодня сюда есть возможность привезти людей, детей и сказать, что вот это было. Так что я не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что мы должны сохранять памятник. И на этом учить наших детей. На этом строить свое будущее. Памятник Подтелкову и Кривошлыкову может быть включен в состав Государственного музея-заповедника Шолохова. Боря Индрикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Боковские и Кошарские районы. Группа Айова и раздающий в телеэфире миллионы Дмитрий Дебров откроет фестиваль болельщиков в Ростове 14 июня. А еще в нашем городе развлекать любителей футбола будут Вадим Самойлов, Каста, Чечерина, Градусы и множество других групп и артистов. Список огласил на этой неделе на встрече с журналистами руководитель дирекции по подготовке к чемпионату мира. 14 июня ростовская фан-зона на театральной площади откроется в 12 часов и месяц будет работать с полудня до полуночи. И паузы запланированы только на дни без матчей чемпионата. А в день дебютной ростовской игры Мундиаля на главной сцене фестиваля болельщиков выступит Каста. В дни, когда будут проходить матчи на нашем стадионе, мы предполагаем выступления коллективов, национальных коллективов тех стран, чьи сборные будут играть на Ростов-арене. Практически все договоренности уже достигнуты. Я думаю, что будет интересно посмотреть на народный фольклор Исландии, либо Кореи. У чемпионата будет 24 игровых дня и на каждой, помимо прямых трансляций различных активностей на фестивале болельщиков, расписаны концерты известных и даже культовых коллективов. Агата Кристи, Айова, Чичерина, смысловые галлюцинации, джукбокс-трио, джазовый оркестр Кима Назаретова и многие другие. Завершат программу 15 июля градусы. Ведущими станут среди прочих Дмитрий Дебров, Ирина Полякова, Аскар Кучера. Увидим также послов чемпионата мира, ростовских и не только. Максимальная загрузка фан-зоны 23 тысяч человек. Проходить туда могут все желающие. Но беспорядков, как недавно в Киеве, после финала Лиги чемпионов, здесь точно не случится. Все, что предусмотрено нами на фестивале болельщиков и на прилегающей территории, ни в коем случае не позволит допустить таких вещей. Что касается безопасности, требования по безопасности такие же, как на стадионе. Есть список запрещенных предметов. Каждый посетитель при прохождении периметра проходит досмотр и попадает в чистую зону. Предусмотрены камеры хранения. Помогать болельщикам на фестивале будет внушительная группа волонтеров – ребята от 16 лет. В день трансляции матча по городу у нас выходит на смену в сутки 420 человек. В день матча в городе у нас на смену в сутки выходит 850 человек. Кроме того, наши волонтеры еще работают на объектах МВД и здравоохранения в качестве волонтеров-переводчиков для того, чтобы облегчить коммуникацию иностранных болельщиков с представителями МВД и здравоохранения. Первый день работы фан-зоны – 14 июня, когда Россия в матче-открытии Мундиаля сразится с Саудовской Аравией. Вход на территорию фестиваля болельщиков на театральной площади свободный, независимо от наличия паспорта болельщика. Лев Клинов, Александр Чалый, Дон-24, Ростов-на-Дону. Богатяновский источник в Ростове благоустроят к Мундиалю. А ко дню города установят там бронзовый Петра I. На скульптурной композиции сейчас трудится Сергей Олешний, автор памятников Елизавете Петровне и основателем крепости Дмитрия Ростовского. Это будет брусчатка, да, вот такая будет брусчатка. Здесь будет наш камень Донской. Это все камень, а это будет бронза, фигура будет бронзовая. Вот, и будет бить вода. Планы будущей скульптурной композиции по-петровски величественные. В бронзе воплотят легенду. Молодому царю подает воды из родника казак. Говорят, проезжая здесь по пути в Азов, Петр освежился из источника, вокруг которого со временем вырос Ростов. Видите, богатяновский спуск, да, вот дорога. И вот мы едем, и мы сразу по оси видим Петра, вот так. Причем Петр здесь, как вы видите, он в одежде преображенского полка. Работу над памятником доверили известному ростовскому скульптору Сергею Олешне, который признается, идея возникла давно, и вот материализовалась в окончательный проект. Сейчас лепится глиняный прототип композиции. Она будет больше двух метров в высоту. Правда, придумано еще не все. Например, форма чаши в руках казака может измениться. Работает Олешня в паре со скульптором Михаилом Ушаковым. Изучают историческую литературу, консультируются со специалистами, чтобы образы были максимально реалистичными. Ведется большая работа, ведется постоянно сбор материалов исторических. И мы лепим, 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 уточняем, уточняем, уточняем. Ну, где-то сейчас я могу сказать, что где-то процентов 70 уже сделано. Мы в поисках образа Петра, и затем уже будем подгонять к нему образ казака. То есть, это свои приемы. Вы на самом деле не должны были этого видеть. Вы должны были прийти, уже стояла бы готовая красивая композиция. До литейного цеха композиция доберется в июле. А перед ростовчанами предстанет ко дню города. Установить памятник у богатяновского источника планируют в сентябре. Сейчас памятное место вовсю реконструируют. Старые конструкции демонтировали, залили новый фундамент. Подпорную стену выложили кирпичом. Завершить работы обещают к Чемпионату мира по футболу. Чтобы успеть к сроку, строители работают без выходных. Сейчас трудятся над будущими ступенями, готовясь к заливке бетоном. Еще предстоит замостить площадку брусчаткой и установить гранитную чашу родника. Виктория Щетинина, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Концентрация новостей, связанных с приближающимся мундиалем, на этой неделе увеличилась в сети, конечно, тоже. Недельный обзор Юлии Карасюк. Здравствуйте. На этой неделе Роскосмос выложил в интернет фото стадионов всех городов-участников Чея. Ростов-арена, Руководона и Грибной канал из космоса не менее прекрасны. Кстати, космонавты тоже готовятся к спортивному событию. Проводят на борту станции и футбольные тренировки. Небесное светило стало причиной необычного инцидента в Ростове на парковке торгового центра. От солнца расплавился автомобиль. Лучи сконцентрировались на машине, отражаясь от остекленного фасада. На снимках видно, в салоне расплавились пластиковые детали, повреждена краска на дверях. Кто будет оплачивать ущерб, пока непонятно. Не на солнце же в суд подавать. Болельщики из Исландии планируют приехать к нам на Ниве, которую покрасили в цвета национального флага. На российском внедорожнике они собираются преодолеть больше 24 тысяч километров. Сначала на пароме до Дании, затем через Германию и Польшу. Весь процесс подготовки отчаянные болельщики публикуют в соцсетях. Перелет из Ростова в Екатеринбург в дни матчей Чемпионата мира по футболу подорожал в 12 раз и стал самым подорожавшим в стране. Об этом сообщает популярный сервис бронирования билетов. Если в обычный день средняя цена на перелет в столицу Урала обойдется в 2570 рублей, то 24 июня стоимость вырастет до 30 505 рублей. А известный комментатор Владимир Стогниенко снял в Ростове выпуск своей интернет-программы. В преддверии Чемпионата журналист ездит по городам-организаторам. Вместе с коллегой он побывал на ростовском центральном рынке, осмотрел хостелы, погулял по главным достопримечательностям. Проинспектировал стадион и аэропорт. Подготовкой Ростова к Мундиалю комментатор остался доволен. Пока это самое интересное, что было подсмотрено в сети на этой неделе. На этой неделе телеканал Дон-24 начал вещать в кабельных сетях в формате HD. Таким образом, завершился очередной этап перехода на полное вещание с высокой четкостью. В интернет Дон-24 отдает сигнал в HD с 17 мая. Кроме того, с этой недели мы еще и на Яндекс.Онлайн. Чтобы войти в эфир, нужно кликнуть на главной странице Яндекса ТВ.Онлайн и найти слева в перечне телеканалов Дон-24. Искать несложно, мы десятые сверху. Дон-24 – обязательный общедоступный региональный телеканал Ростовской области, охватывающий 100% жителей Дона эфирным, спутниковым и кабельным вещанием. И мы продолжаем. И вот что еще о событиях недели расскажем далее. Первый святой появится у Ростова летом. Им станет священник Константин Верецкий, расстрелянный в 1918 году. Искусство с матом – скандал в Ростовском колледже культуры из-за нецензурных слов в выпускном спектакле. У Анны Вяхеревой 11 голов из 30 всей команды российские гонболистки победили Португалию в отборе на евро. В воскресенье 3 июня в Ростовской области пройдет всеобщее предварительное голосование. Так, единороссы предлагают дончанам выбрать кандидатов от партии на выборы в ЗАГСобрании. Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко на пресс-конференции в Дон-Медиа призвал жителей региона принять самоактивное участие в голосовании. И напомнил, что «Единая Россия» – единственная в стране партия, которая проводит публичный отбор кандидатов до их официального выдвижения. Такая процедура к выборам депутатов применяется впервые. Полноправными участниками предварительного голосования у нас стали 337 человек. Это не только члены партии, каковых 216, 35 участников праймерис – сторонники партии, 86 кандидатов – беспартийные. Более 1 трети, почти 35 процентов – это молодые люди. 37 участников предварительного голосования – действующие депутаты законодательного собрания. 3 июня избиратели получат по три бюллетеня с общей областной частью списка, региональной группой партийного списка и участниками предварительного голосования по одномандатному избирательному округу. Голосование рейтинговое, то есть допускается отметить несколько претендентов сразу. Если нет возможности прийти на участок своего кандидата от «Единой России», можно было выбрать онлайн на сайте «Единой России» в Ростовской области до 1 июня. Результаты электронного голосования будут суммированы с данными со счетных участков. Первый святой совсем скоро этим летом появится у Ростова. Расстрелянный большевиками в 1918-м священнослужитель Константин Верецкий станет первым ростовчанином, канонизированным в масштабах всей Русской Православной Церкви. Центр Ростова, улица Варфоломеева, дом 182, в котором жил священник Константин Верецкий и где сто лет назад развернулись трагические события. 23 февраля 1918 года отец Константин отслужил божественную литургию, принял людей, которые к нему пришли на исповедь и на беседу. Днем он приходит сюда, к себе домой. Дома его ждет жена Евлампия Ивановна. Сюда же и приходят его палачи. С несколькими красноармейцами, пьяный мужик с двумя женщинами, пришли, указали, говорят, вот он, берите его. Отец Константин встал и сказал, вот пришли мои убийцы. Перекрестился, богословил свою семью и безропотно пошел на свой расстрел. Священника отвели на окраину Ростова и расстреляли. Тело вернули родным через три дня. Похоронили Константина Верецкого на территории храма всех святых, в котором он служил. Дворец спорта, площадь перед ним, фонтан – это привычная картина для современных ростовчан. А тогда, в начале 20 века, на этом самом месте располагалось новопоселенческое кладбище. Здесь хоронили знаменитых ростовчан. И вместо дворца спорта стоял храм, в котором и служил отец Константин. В 1966 году храм взорвали, а кладбище сравняли с землей. Сейчас рядом с дворцом спорта стоит временный храм всех святых, в котором хранят память об отце Константине. Каждый год панихиду совершаем в день убиения отца Константина. Плюс у нас в храме брошюры мы распространяем с жизнеописанием отца Константина. Вот в храме уголок сделали с его фотографией, с кратким описанием. Уже есть иски снова всех святского храма. Планируется, что он полностью повторит архитектуру разрушенного, вплоть до решеток на окнах. Единственное отличие – будет меньше в размерах. По воспоминаниям современников Константина Верецкого, в своих проповедях он призывал народ оставаться в пределах христианских норм и ценностей, несмотря на то, какая нынче власть. Отец Константина снискал большую любовь к своей паству. Очень многие люди к нему приходили за наставлением, любили его богослужения, любили его проповеди. В конце прошлого года принято решение ходатайствовать перед патриархом Кириллом о прославлении ростовского священника как новомученика. Эксперты по канонизации святых Донской митрополии тщательно собирали архивные документы, формируя историю жизни и смерти отца Константина. Комиссия по канонизации святых, когда рассмотрела дело отца Константина, посчитала, что он один из первых должен быть причислен быть к лику святых, потому что это не только ростовский священник, но один из самых ярких и достойнейших личностей, которым можно было бы прославить лики святых Донской митрополии. Дата торжественного прославления священномученика Константина пока неизвестна. Ее определит глава Донской митрополии. Елена Ребжанова, Сергей Вишняков, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону, Таганрог. К другим темам. Из песни слов не выкинешь. Фраза, проверенная временем, но в Ростовском колледже культуры с этой формулировкой согласны не все. Потому там и вспыхнул скандал из-за невыброшенного мата. Выпускники с преподавателем поставили пьесу ростовского автора, где есть несколько нецензурных слов, без купюр. А руководство колледжа увидело в этом непрофессионализм. Пьесу «Месяц у моря» выпускники колледжа культуры нашли в литературном журнале. Сразу понравилось, идеально раскладывалось на роли. Легкий налет абсурда, щепотка черного юмора. Дело происходит в 90-х, когда услышать можно было всякое. Слухи ходят, не стесней, с кривотоками. Первое нецензурное слово на плакате остается на сцене минуту. Второе всего секунду, но звучит уже в диалоге. Пытался охарактеризовать этого мафиози, то мне просто эта краска была необходима, чтобы вообще показать, что это за человек. Автор Сергей Медведев уверяет, после просмотра постановки можно рассуждать о чем угодно, но только не о мать. Пьесу «Месяц у моря» руководство колледжа одобрило еще осенью, не читая текст. На премьере был только один руководитель и возмутился нецензурщине. А через неделю, уже на смотре выпускных режиссерских работ, студенты решили показать отрывок спектакля. И как раз с нецензурным словом, хотя куратор постановки советовал его заменить. Актеру я не смог убедительно донести, но актеры такие люди. И актер все-таки сказал это слово, хотя оно есть по пьесе. То есть он ничего не нарушил, он сказал авторский текст. Комиссия демонстративно вышла из зала, а после Сергея Кравца обвинили в том, что он испортил детей. И объявили, в следующем учебном году колледж продолжит работу без него. Чтобы защитить преподавателя, студенты выложили в интернет открытое письмо, заявив, что пьеса про свободу, по иронии, свела возможность выбора на нет. Славик, основной персонаж, который копал могилу, в итоге закопал себя. Вот они точно так же не пытаются закопать нас под этим, так сказать, шаблоном, что никакого мата, даже если это всему отвечает. Они, по сути, себя закапывают. Примеры использования нецензурных слов можно найти и в литературе у классиков, и на сцене известных театров. Но только не в учебном заведении комментируют ситуацию руководства колледжа. Здесь мат непозволителен, ведь большинство зрителей таких постановок несовершеннолетние. Экспрессивная лексика противоречит закону об образовании. Все-таки они люди культуры. И они должны эту культуру нести в массу. Не нормативную лексику, а литературный язык. Сергей Кравец, увольнение которого в колледже отрицают, планируют вместе со студентами и дальше выступать за свободу искусства. В июне выпускники выйдут со скандальной пьесой на подмостке театра 18+. А продолжать работу в колледже преподаватель не собирается. Будет учить актеров и режиссеров по своим законам искусства. Юлия Карасюк, Юрий Санкин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Награды за лучшие сюжеты, репортажи, статьи. Победителей конкурса журналистских работ на премию губернатора чествовали в Ростове. Среди лучших сотрудники информационного холдинга ДОН-Медиа. Дипломы получили журналисты нашего телеканала, газеты «Молот» и радио «ФМ» на данном. Они всегда в центре событий и им есть что сказать об инновациях, инвестициях, инфраструктуре, институтах, инициативе, индустриализации и интеллекте. Эти семьи – темы конкурса журналистских работ на премию губернатора. Награды получают 22 профессионала – телевизионщики, радищики, газетчики и авторы интернет-изданий. Любая победа в любом конкурсе – это, строго говоря, лотерея. И, честно говоря, всем журналистам желаю как можно больше участвовать, как можно в большем количестве конкурсов, побеждать как можно больше. В этом году свои силы в конкурсе попробовали больше 250 журналистов. Экспертная комиссия отсмотрела, отслушала и прочитала семь сотен работ. Среди тех, кто впечатлил жюри – корреспондент нашего телеканала Мария Индрикова. Назвать лучших авторов было непросто, но все-таки есть один секрет успеха в этой премии – делится губернатор. Новости должны быть добрыми. Жители области хотят видеть позитив, причем не рекламный, а настоящий, подлинный, который связан с их реальной жизнью. И в конкурсе побеждают именно такие работы. У них особенно ярко виден масштаб перемен в нас, в жизни. О позитивных переменах в эфире «ФМ на Дону» каждый день рассказывает Наталья Тарасова. Когда-то собиралась связать свою жизнь с иностранными языками, упорно изучала французский, пока не познакомилась с радийной кухней. Так получилось, что попала на радио и поняла, что это моя жизнь. Мне очень нравится выходить в эфир, мне очень нравится проводить интервью и самое главное – делать программы, репортажи. У нас очень хорошая редакция, сотрудники, которые помогают. Мы все вместе делаем эти новости. Мы делаем эти новости вместе с вами, с тележурналистами, с нашим сайтом, который, безусловно, нам тоже помогает. На торжестве отдельно упоминают о позитивном проекте «ФМ на Дону» – «Наши в эфире». Участники шоу «Донские таланты» завершили торжество музыкальным поздравлением. Конкурс журналистских работ на премию губернатора проводится уже в пятый раз лучшим автором дипломы и денежная премия. Виктория Щетинина, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Забавные, веселые, дружелюбные, но и серьезные, грустные, кусачие от жизни собачьи. Все они такие разные, но объединяет их одно. Им всем нужен дом и любящий человек. С помощью нашей акции «Собаку-футболяку, домой забирайка» хозяев нашли 15 четвероногих. Сегодня мы знакомим вас с симпатягой по кличке Рыжий. Он статный, крупный, ухоженный, но таким пес стал совсем недавно. В приют Рыжий пришел раненый и с несчастными глазами. Забрался во двор через щель в заборе и стал просить о помощи. Теперь раны затянулись, щенок подрос. О былых неприятностях, кажется, уже и ничего не напоминает. Мечтает о своем доме, который он с удовольствием будет охранять. И о хозяине, которого он непременно полюбит. Телефон для новых хозяев Рыжего вы видите на экране. Выбрать собаку-футболяку можно и на нашем сайте don24.ru. Сборная России по гандболу обыграла Португалию и больше трети голов команды на счету Анны Вяхеровой. Она и открыла счет в быстром отрыве, а потом закрепила в фирменном проходе. А вообще в отборочном матче чемпионата Европы сыграли пять гандболисток Ростов-Дона. Причем четыре вышли в основе. Помимо Авяхеровой, Евгений Трифилов выставил Ксению Макееву, Полину Кузнецову и даже юную Валерию Маслову. А Анна Синь вышла позже, но играла много, причем на позиции линей. На португалке явные аутсайдеры отборочной группы сопротивлялись долго. К перерыву Россия вела всего один мяч. Перелом случился только в середине второго тайма, когда наша команда за 10 минут сделала рывок 7-1. Итоговый счет 30-24. У Вяхеровой 11 голов. Кузнецова и Макеева забросили по два. А Синь и Маслова отличились по разу. Теперь у России решающий матч отбора с Австрией 3 июня в Астрахани. Такое мы увидели неделю на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. До встречи на неделю следующей. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио».